здравствуйте дорогие друзья я борис алмотив и мы находимся как обычно в магазине база сегодня я вам расскажу немного о диджейских иглах начнем пожалуй с самых скажем так простых но достаточно надежных иголок это иголки которые зарекомендовали себя на протяжении десятилетий это стентон пятисотки они бывают разных наименований бывают 520 бывают 505 бывают просто 500 бывают какие угодно но если сначала стоит пятерка это именно та самая серия зачастую они уже собраны на заводских на родных отшалах это характерные квадратные в упаковке плохо видно к сожалению не разобрать квадратные катушки с достаточно конкретными иголками продолжим знакомство с диджейскими иглами вместе с крайне популярной моделью она выпускается в разных цветах и раз с разными кончиками то бишь стилусами эта модель всем известно она называется concord от известной датской фирмы артофон у нее великолепный экстерьер она создает отличный обзор при постановке на трек и в принципе изящно у фирмы предусмотрен скажем так младший брат это точно такой же маленький concord но только выполненный для монтажа на хэдшелл выглядеть будет примерно так но мы будем иметь уверенное подключение контактной группы хэдшелл также ом серия имеет положительную особенность в плане воспроизведения баса потому что хэдшелл на которой она закреплена имеет резонансную особенность и баса становится больше в отличие от маленькой даже скажем миниатюрной катушки которая помещена в этот корпус хэдшеллы бывают разных типов бывают алюминиевой штамповки бывает алюминиевое литье и при всем при этом не стоит забывать о традиционных материалах для изготовления хэдшеллов это дерево дерево достаточно роскошно и обладает характерным звучанием в сегодняшнем обзоре с нами только одна иголка фирмы шур но одна из наиболее характерных представителей 44g это иголка и для хаус диджеев и для начинающих скретчеров для матерых скретчеров подходит 44 7 и имеет прозвище убийца винила но поскольку кончик иголки и пластинки для скретча это расходные материалы как чернила у принтера поэтому тут мы конечно же не серчаем 44g весьма эклектично и интересно в плане звучания мы имеем большую катушку а следовательно большой бас поэтому к примеру в клубе если играть с таких игл то можно ощутить качественный прирост по плотности звучания также возвращаясь к разговору о больших катушках и большом басе невольно вспоминается кончик он же стилус иглы стентон 680 это популярная в свое время иголка которую сейчас достаточно нелегко найти но она обладает всеми задатками мощной клубной иглы редко попадается к пользователям позолоченный хэдшелл фирмы техникс он предназначен для проигрывателей лимитированных серий на этом хэдшелле установлена головка шур м97 это продолжатель популярной пятнадцатой иголки фирмы шур является эллиптической иглой которая достает из канавок довольно много интересных звуков но только она не рекомендована для бэкспинов и уж тем более для скретча потому что эллипс это скажем так длинная-длинная алмазная палочка которая принимает проникает вглубь дорожки наиболее бюджетный вариант для прослушивания и проигрывания пластинок и также диджейнга это младшая иголка фирмы аудиотехника 3600 она проста вполне неплохо звучит для своей стоимости и зачастую бывает правильно предустановлена на хэдшелле что значит правильно установить иглу на хэдшелле каждому проигрывателю техникс идет шаблон который указывает 52 миллиметра от установки в тонар до кончика иглы очень хорошо видно насколько иголка в данном случае правильно установлена в целом можно сказать то что наш обзор очень мал поэтому мы решили дополнить его обширной статьей которую вы можете прочесть в блоге магазина база он будет добавлен в комментариях под видео желаю вам удачи до встречи удачи